В Новом Уренгое завершился уникальный чемпионат «Детская хоккейная лига». Впервые на межрегиональном уровне сыграли дети до 10 лет. Формат соревнований соответствует взрослой континентальной хоккейной лиге. 7 команд, более 80 матчей в городах Ямала и Югры. Чемпионат удалось провести благодаря поддержке общества «Газпромпереработка», Новоуренгойской федерации хоккея, родителей, а также органов местного самоуправления в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Нам очень приятно, что это событие стало таким грандиозным для региона, грандиозным для каждого из молодых участников, стало началом спортивного движения. Каждая из улыбок детей, она дорога, она приятна и с почином нас всех. Турнир ждал своего старта два года. Из-за пандемии приходилось переносить. Такие игры нужны, чтобы поддерживать интерес юных спортсменов к игре, развивать их хоккейные навыки. Турнир был давно придуман коллегами из городской федерации хоккея. Мы со своей стороны поддержали эту идею, воплотили ее, как вы видите, в целом годовом сезонном турнире. Юные хоккеисты увидели другие ледовые арены, обменялись игровым опытом и получили кучу эмоций. В финале чемпионата встретились команды «Авангард» и «Шторм». Матчи ребята проявили настоящий спортивный характер и волю к победе. Каждый стремился стать лучшим. Это очень достойно и очень тяжело было. Победила в чемпионате команда из Ноябрьска. Серебро достало спортсменам из города Покачи. А бронзу взяли хоккеисты из Коголыма. Наградили отличившихся спортсменов и индивидуально. Призы получили лучшие вратарей, ассистенты и бомбардиры. Организаторы планируют турнир повторить. Запросы от желающих есть. Планов на следующий год еще больше. Мы хотим не по одному возрасту, а по нескольким запустить. Будем разговаривать с командами, с городами, будем общаться. Желание есть у команд. Будем работать. Яркое хоккейное событие на этом не закончилось. Команды, которые не заняли призовой пьедестал, продолжили хоккейную гонку за Кубок Надежды. Его обладателем стала команда «Контакт» из Нового Уренгоя. Татьяна Забродина, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Субтитры создавал DimaTorzok